Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 11 января, и мы сейчас посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках. Ну, а я напоминаю, что подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать будущие видео, и обязательно ставьте лайки, если оно для вас полезно. Начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре мы вчера видели уход выше максимальной значения 9 января, закрепились выше отметки 1.1975, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу роста. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока евро торгуется выше отметки 1.1915. Пара британский фунт и американский доллар продолжает свое коррекционное нисходящее движение. Следующая цель находится уже на отметке 1.3442. Ну, а ближайший разворотный уровень располагается на максимумах, которые были зафиксированы вчера, на отметке 1.3561. Уход пары выше данного уровня уже приведет нас к продолжению восходящего движения по паре британский фунт и американский доллар. Далее, пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое восходящее движение. Следующие цели уже находятся на отметке 1.26-1.27, а ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые мы видели вчера в области 1.24-1.26. Пара американский доллар и японская иена продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели находятся на отметке 111.21, это обновление минимальных значений, которые мы видели вчера, но и далее уже на 110.87 и 110.50. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях вчерашнего дня, отметка 112.78, то есть отмена данного сценария последует в том случае, если пара уйдет выше данного уровня. Пара австралийский доллар и американский доллар сегодня с утра смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера, что в свою очередь отменяет на текущий момент коррекционный нисходящий сценарий и возвращает нас к покупкам. Покупки по австралийцу будут актуальны до тех пор, пока мы торгуемся выше минимумов вчерашнего дня, отметка 7806, именно там находится ближайший разворотный уровень. Цели по продолжению роста это движение в область 79.15 и далее на 0.80. Пара еврофунт вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 9 января, что также по данной паре нас переводят вновь в фазу роста. Коррекционное нисходящее движение завершилось и пара начинает расти, то есть евро набирает силу против британского фунта. Следующие цели находятся на отметке 88.72, это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера, но и уход выше максимумов 4 января на отметке 89.28. Ближайший разворотный уровень находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 88.12. По золоту вчера мы также смогли закрепиться выше максимальных значений 9 января, что в свою очередь нас также перевело в фазу продолжения роста по золоту с целями движения на 1327 и 1340. Ближайший разворотный уровень находится на минимальном значении вчерашнего дня, отметка 1308. Нефть марки Brent продолжает рост, следующие цели находятся на уровне 69.78 и 71.26, а ближайший разворотный уровень располагается на минимуме вчерашнего дня, отметка 6905. По индексу DAX вчера мы увидели уход ниже минимумов 9 января, закрепились за этим уровнем, что в свою очередь нас на текущий момент переводит в фазу коррекции, поэтому здесь с покупками нужно быть внимательным. Завершение данной коррекции будет являться интересной возможностью для присоединения к основному тренду, но только после того, как эта коррекция завершится. На текущий момент мы видим ее продолжение. Следующие цели находятся на отметке 13224, это минимум, который был зафиксирован вчера, и далее уже движение на 12812. По биткоину на текущий момент мы видим продолжение коррекционного движения. Сегодня торгуемся уже в области 13639 долларов за один биткоин. Следующие цели находятся на минимумах в области 10500. Коррекция по биткоину продолжается, ну а говорить уже о возобновлении роста мы сможем после преодоления максимальной значения, которую мы видели вчера, на отметке 14673. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман, это ежедневный обзор основных инструментов. Напоминаю, что если вам нравится это видео, ставьте лайк, а чтобы ваша торговля была максимально безопасной, ставьте стоп-лосс. Всем спасибо за внимание и до свидания.